Повышать качество медицины с помощью современных технологий. Такой целью задаются все страны мира, в которых идет активное внедрение телемедицины. В Индии, например, жители горных поселений могут общаться с врачом и передавать данные по мобильной связи. В Северной Норвегии готовится нормативная база, которая защитит персональные данные пациента в электронных медицинских карточках. Для России и Ненецкого округа в частности телемедицина тоже не новое явление. За более чем 10 лет работы в этом направлении в округе открыты 17 телемедицинских кабинетов. Какие вопросы решает телемедицина и что Ненецкий округ может перенять у передовиков в этой области? Об этом шла речь на первом рабочем дне Международной конференции «Арктическая телемедицина». Международный опыт как один из главных двигателей развития телемедицины. Вторая научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина» объединила всех, кто заинтересован в использовании современных технологий на благо здоровья. В числе участников – представители как российских регионов, так и зарубежных организаций. Я вижу хорошие перспективы сотрудничества между Ненецким округом и нашим университетом, потому что у нас хороший уровень компетенции в том, что касается хирургии и эндоскопических процедур с помощью телемедицины. В Индии телемедицина начала внедряться более 20 лет назад. Сегодня организации уже подводят первые положительные итоги – растущий охват населения телемедицинскими услугами, оснащённость организацией современным оборудованием. Теперь даже в отдалённых горных поселениях есть возможность получить консультацию специалиста из столичной здравницы. Но затруднения всё же остаются, например, в части правового обеспечения. Здесь необходимо разработать современные способы защиты и передачи персональных данных пациента. В этом преуспели коллеги из Северной Норвегии. Специалисты университетского госпиталя в городе Трёмся не первый год работают над законодательным сопровождением телемедицины. Прежде всего, надо иметь стратегию, как в этом плане работать дальше. Надо постоянно находиться в диалоге с властями. Надо действовать даже при внедрении каких-то новых методов в рамках действующего законодательства. Надо делать первый шаг, затем следующий – сразу всё не осилить. Осилить большой объём предстоящей работы можно. Формат международной конференции – уникальная возможность делиться опытом. Самое важное в этой конференции, что мы можем обменяться знаниями и определённым опытом, поучиться друг у друга очень многому. Ненецкий округ для нас – это очень интересная территория в плане сотрудничества, потому что плотность населения здесь низкая, огромные территории, огромные расстояния. То есть присутствуют все эти вызовы, которые телемедицина должна решать. И мы посмотрим, как это будет дальше двигаться в Ненецком округе. Для нас это будет очень интересно. Ненецкий округ нельзя назвать новичком в мире телемедицинских технологий. С 2000 года были открыты 15 телемедицинских кабинетов в отдалённых поселениях округа. Специалисты окружной больницы регулярно общаются с сельскими учреждениями. Если в 2010 году онлайн-консультаций было чуть более 300, то в 2016 уже более полутора тысяч. Врачи из сельских учреждений прошли обучение и побывали на стажировках. Кроме того, в регионе разработано специальное положение, где прописаны организационные, экономические и технические аспекты внедрения телемедицины. Достичь таких показателей удалось благодаря участию в проекте Баренцева секретариата и Минздрава Норвегии. В планах медицинского сообщества округа расширить сеть телекабинетов. Для этого Ненецкий округ подал заявку на получение гранта. Баренцева программа по здравоохранению предполагает, что мы, норвежская сторона, мы представители университетской больницы, то есть мы государственные учреждения, мы должны свой рабочий вклад внести. Это наше рабочее время, организация тех же семинаров, стажировок, обучение и так далее. Это мы должны. И, естественно, Ненецкий округ тоже должен нести свою лепту в основном в виде рабочих часов. То есть вклад наш и Ненецкий, собственно, будет в виде рабочего времени, а всё остальное внешнее финансирование покроет Баренцеву программу по здравоохранению Минздрава Норвегии. Возможности сотрудничества и взаимодействия в сфере телемедицины участники конференции обсудят во второй день. 25 ноября с докладами выступят специалисты из Архангельска, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.